Музыка Уважаемые товарищи, участники нашей встречи, я с удовольствием представляю вам Джарис Иванович Алфёрова. Он не просто Нобелевский лауреат, но он единственный из Нобелевских лауреатов, который активно работает в парламенте и много лет трудится в нашей фракции в Государственной Думе. Он не просто автор гениального изобретения, которое присутствует в каждом вашем доме, квартире, в каждом вашем мобильнике, музыкальном устройстве, каждой энергетической установке, но он и создал одно из лучших учебных заведений не только в нашей стране, но и на планете. Он соединил школьное образование талантливых физиков и математиков с университетскими возможностями, с научными лабораториями и опытно-конструкторскими разработками. На мой взгляд, это единственное в мире такое учреждение, которое работает очень эффективно и имеет прекрасную базу. Давайте пожелаем Джарис Ивановичу успехов и здоровья и очень внимательно послушаем его публичную лекцию, с которой он выступает впервые в стенах Государственной Думы. Поприветствуем Джарис Ивановича. Поприветствуем Джарис Ивановича. Государственной Думе с публичной научной лекцией – это, в общем, вещь крайне обязательная, потому что, с одной стороны, безусловно, у меня есть большое желание о тех научных проблемах, научно-технических проблемах, которые для нас сегодня являются важнейшими, рассказать. С другой стороны, Государственная Дума – парламент, Государственная Дума – политическое учреждение, поэтому, в общем, от политики я не уйду и в свои лекции. Вот лекция начинается портретом Альберта Эйнштейна. Организация Объединенных Наций в этом году объявила 1915 год годом света. В январе мы собрались в Париже. Слава Богу, там еще не было этих событий. И обсуждали эту проблему. Не случайно я начинаю с портрета Альберта Эйнштейна. 110 лет тому назад вся планета торжественно праздновала год физики. А годом физики было объявлено столетие после 1905 года. Потому что в 1905 году для меня это всегда и такое некое личное, что ли, потрясение. Вот Альберт Эйнштейн в 1905 году, работая в патентном бюро в Берне, до этого уже опубликовавший несколько работ, которые не были приняты, кстати. Его не приняли докторскую, так сказать, кандидатскую диссертацию. Он окончил Цюрихскую техническую школу. И в 1905 году он опубликовал пять статей, которые на самом деле перевернули не просто всю современную физику, а перевернули всю современную науку. Я вот часто вообще задаю себе этот вопрос, как вообще человек в 26 лет мог это сделать. У меня есть еще один человек, которого я бесконечно люблю, который в 26 лет погиб, совершенно из другой области, и о котором я себе задавал такие же вопросы. Это великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Я там всегда задавал себе вопрос, как мог Михаил Юрьевич Лермонтов, погибший в 26 лет, написать уже потрясающие стихи, такие как Бордино или до смерти поэта вы даже у Пушкина не найдете, написать молодым маскарад, где вскрыл психологические эффекты, и все это сделал в этом юном возрасте. Как мог Альберт Эйнштейн в 26 лет, в общем почти не занимаясь профессиональной физикой, опубликовал пять статей, которые перевернули всю современную науку. Первой статьей, которая была послана в печать 17 марта 1905 года, на третий день после его дня рождения, это была статья в аналиндерфизик, основной физический журнал того времени, эвристическая точка зрения на генерацию и преобразование света. Она состояла из нескольких страниц. Там почти не было математики. И там была сформулирована идея световых квантов, и впервые была обоснована квантовая природа дуализма волны и частиц. Между прочим, в 1921 году именно Альберту Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия за эту статью. Очень часто думают за теорию относительности. Нет, за эту статью, которая вообще открыла квантовую природу света, идея кванта принадлежит планку и была высказана несколько лет раньше, но сформулировал при этом, что важно. Вот когда читаешь ее сейчас, там почти нет математики. Это некая натурфилософия, интуиция, понимание в целом проблемы. И, между прочим, Нобелевская премия, повторяю, была присуждена за создание квантовой теории света, именно за эту работу. При этом отмечались и его заслуги в теоретической физике в целом. Нужно сказать, это вот сегодня, 1905 год, многие ученые не признавали, что атомы существуют. Работа Эйнштейна о Бровановском движении показали возможность вычислить размеры движущихся молекулок и атомов. И, таким образом, Перен несколько позже экспериментально это подтвердил и тоже получил Нобелевскую премию. А последняя работа в этой пятерке была статья, тоже короткая, на трех страничках, обинерции движущего тела и связи ее с энергией. Извертная формула ЕМЦ квадрат. И вот этими работами Альберт Эйнштейн практически, вот если мы говорим о Годе Света, мы должны начинать с него. У него вот было 1905 и 1916, здесь еще в пятом году теория относительности, а в 1916 общая теория относительности, работа по конденсации База Эйнштейна и работа, которая редко довольно сейчас вспоминается, работа, в которой он сформулировал спонтанные стимулированные переходы и которая практически явилась теоретической основой всей современной лазерной техники. Значит, научные основы лазера, и никто не думал об этом, были заложены Альбертом Эйнштейном в 1916 году. А вот здесь я привожу фотографии людей, которых, в общем, я хорошо лично знал, кроме Фредерика Жоли О'Кири, которого только видел. Это Джордж Портер. Мы с ним много встречались в 90-е годы. Он был президентом Лондонского Королевского общества. В 80-е годы он приезжал ко мне в Ленинград. Он очень любил балет Кировского театра. И я его фотографию поместил здесь вот по следующей причине. Он как-то сказал замечательные слова. У нас очень любят и в Академии науки, просто, так сказать, в разных местах, говорить о соотношении фундаментальных и прикладных исследований. Джордж Портер сказал, вся наука прикладная. Разница только заключается в том, что отдельные приложения появляются быстро, а некоторые через столетия. Между прочим, когда я вам только что говорил о работах Альберта Эйнштейна, в том числе о его первой работе, о аэбристической точке зрения на генерацию и поглощение света, это фундаментальная теоретическая работа, обосновавшая квантовую природу света. Но она основа современного фотоэффекта, она основа многих приложений. Это вот демонстрация как раз того, и, кстати, она была подтверждена сразу, именно для объяснения фотоэффекта в металлах. Абрам Федорович Йоффа, я его знал хорошо, много лет, это основатель советской физической школы. То, что советская физика занимала лидирующие положения в мире, это заслуга прежде всего Абрама Федорович Йоффа. Очень молодым, в раннем возрасте, окончив технологический институт, он уехал учиться к рентгену. Он получил там докторскую диссертацию, рентген хотел оставить его у себя, но он вернулся в Россию. По правилам тех лет он не мог работать в университете, была соответствующая процентная норма, но созданный ВИТЭ, три политехнических института, Петербургский, Киевский и Варшавский, входили в Министерство финансов и этой нормы не имели. И он со временем стал профессором политехнического института. Абрам Федорович Йоффа понял, что квантовая физика, современная физика, рождавшаяся в то время, станет основой новых технологий. И он создал физическую школу уникальную. Когда мы говорим, скажем, о нашем советском атомном проекте, и я часто говорю такие слова, что было два в 20 веке крупнейших инновационных проекта. Это Манхэттенский проект США и атомный проект советский. Для того, чтобы они родили фантастические по тем временам технологии. Я не говорю сейчас просто о создании атомного оружия. Они родили, к тому же, фантастические по тем временам технологии. Кадровую проблему Манхэттенского проекта решил Адольф Гитлер, потому что все ведущие позиции в Манхэттенском проекте занимали ведущие физики, уехавшие из Европы, когда Гитлер пришел к власти. Кадровую проблему советского атомного проекта решил Абрам Федорович Йофф, Курчатов, Харитон, Александров, Арцемович, Кикоин, Зельдович. И можно продолжать эту линию много. Это Алиханов и далее. Это все ученики Абрама Федоровича. Ежели бы не было создано советской атомной школы, бы мы не создали, не лишили бы монополии Соединенных Штатов создания атомного оружия. Фредерик Жолио Кюри, он великий человек, великий физик, великий гражданин. И скажем, если вы задумаете, что сегодня энергетика Франции в основном построена на использовании атомной энергии, которая крайне опасна, и мы знаем, это Чернобыльская трагедия, мы знаем трагедия 3М в Соединенных Штатах, Фукусима, и все в порядке во Франции, где, между прочим, 64 реактора и около 80% электроэнергии производится таким способом. Это потому, что у основ ее стоял Жолио Кюри, потому что он создал вообще и высочайшую технологию, и обучение кадров. А здесь вот я, он приезжал к нам в физтехнеоднократно, я его просто видел, но вот не общался с ним. В 1950 году, вы видите, что умер он довольно рано, на юбилейной своей лекции в Эколе Нормаль, он прочитал лекцию, и он сказал такие слова. «Каждая страна должна внести свое в сокровищницу мировой цивилизации, каждая страна должна внести в свое в сокровищницу мировой науки, и если она этого не делает, она подвергается колонизации». Он сказал еще замечательные слова, обращаясь к молодежи. Он сказал, «Никогда не думайте о личном обогащении, когда вы занимаетесь наукой». Это противоречит философии научного работника. Ну и вот здесь, среди вот этой серии великих ученых, Джейнс Хепман, профессор мировой экономики в Чикагском университете, полный сторонник современной экономики, то, что называется. В 2000 году мы вместе получали я Нобелевскую премию, а он премии имени Нобеля, потому что по экономике премия установлена в 1968 году. Нобель сам ее не завещал, но там полностью все вместе с нами. И британская компания BBC проводит всегда, я был и до, и после на этих мероприятиях. Британская компания BBC проводит всегда круглый стол новых лауреатов, на котором расспрашивает их, почему, за что, как. И вот на один из вопросов Джейнс Хепман, после этого я его не раз приглашал к нам в Ленинград, и он приезжал, и я цитировал его, и он это хорошо знает, у нас очень хорошее отношение. Он сказал такую фразу. Научно-технический прогресс второй половины 20 века полностью определялся соревнованиям СССР и США. И очень жаль, что это соревнование завершилось. Я неоднократно выступая, всегда подчеркиваю, что, может быть, даже не понимая, борясь, как говорится, со своим соперником и с нами, с советской властью, стали бороться сразу после Октябрьской эволюции. И в 80-е годы экономическое, военное, любое положение СССР, это, безусловно, лидирующая страна мира, ни в чем не уступавшая, в том числе и Соединенным Штатам. Нанеся гигантский удар по мировой цивилизации, разрушив советскую страну, по большому счету, они нанесли себе огромный ущерб и себе. Потому что движителем всегда является соревнование. И соревнование двух систем, не сосуществование, а соревнование двух систем, безусловно, было движителем мирового прогресса. Всегда, во всем, нас всегда волновала энергетика. Энергия нужна. Не зря, как говорится, говорили век фара, век электричества, век атомной энергии. Я скажу далее, какой век наступит сейчас, с моей точки зрения. Еще в довоенные годы, далекие, после открытия радиоактивности, работ Пьера и Марии Кюри, после первых исследований Розерфорда, у нас Вернадский на эту тему говорил очень много, люди задумывались о том, что неисчерпаемый источник энергии это атомная энергия. Е равно МС квадрат. Если мы каким образом можем иметь достаточно большие скорости, близкие к скорости света, мы можем иметь неисчерпаемую энергию. Поэтому вот освоение атомной энергии, тогда говорилось, это даст очень-очень много. Я не помню, недавно я у кого-то из ученых прочитал такое выражение. Он сказал, что атомная энергия, заключенная вот в атомах, это скорее кладбище энергии, извлечь которую очень и очень непросто. Когда создавалось атомное оружие, решались в первую очередь задачи создания оружия. Но как только даже раньше Яков Ильич Френкель, Исаий Гуревич, Харитон Изельдович писали об этом еще где-то в 46-м году, когда бомба еще не была сделана, что вообще говоря, реакции синтеза, они могут позволить нам иметь значительно большую энергию. Нужно сказать, что все это ЕМЦ квадрат. И тот дефект, дефицит масс, который появляется при реакции к делению урана, он меньше, чем дефицит масс, который появляется при синтезе Дейтерия и Трити. Поэтому, в принципе, на водородной взрывчатке можно освободить значительно большую энергию. Я не буду сейчас даваться, это долгая, длинная и очень интересная история. Но реальная водородная бомба с освобождением выделения неиссякаемых энергий при взрыве была реализована впервые в Соединенных Штатах Америки в ноябре 52-го года в испытаниях, которые называются МАЙК, мощностью в 10 мегатонн. Но это не было бомбы, это было устройство. Потому что для того, чтобы реализовать возможности водородной взрывчатки, нужно было получить Дейтерий, по крайней мере, в жидком конденсированном состоянии, то есть охладить его до очень низких температур. И водородное устройство 52-го года, демонстрирующее принципиально создание водородного оружия, было устройством, весом 60 тонн, размером двухэтажный дом. И первой бомбой была наша водородная бомба, слойка Сахарова, которая имела, тем не менее, абсолютно ограниченную мощность. Вот идея создания водородной бомбы с неограниченной мощностью, она принадлежит Станиславу Улому, польскому математику, эмигрировавшему из Польши, работавшему в Лос-Аламосе. И он в 51-м году на кончике пера рассчитал и принёс, показал, что для того, чтобы это всё работало, потому что предыдущие предложения вели в тупик решение водородной бомбы, нужно, чтобы была очень сильная компрессия водородной взрывчатки. Он рассказал об этом Теллеру, и поскольку Улом сам бомбой не занимался, он считал, что ударная волна от атомной бомбы позволит это реализовать. Теллер ему сказал, нет, основная энергия атомной бомбы это рентгеновское и гамма-излучение, и нужно вот это вот сделать. Между прочим, я недавно писал предисловие к книге Кеннета Форда, бывшего директора Института физики американского, в котором он написал книгу Building the H-Bump, поскольку он был аспирантом у Улома и участвовал в этой работе. И он мне написал, до конца дней, обоих их уже нет, до конца жизни. И Улом, и Теллер во-первых, ругались, кто все-таки придумал. А во-вторых, до сих пор их отчет засекречен. До сих пор он не рассекречен. У нас вообще внес гениальное предложение по созданию именно бомбы Виталий Лазаревич Гинзбург, который в 48-м году американцы предложили позже, предложил использовать реакции вместо дейтерий-тритий, дейтерий-литий-6, которые более эффективны для получения трития. Но что очень важно, их можно делать на дейтериде лития, твердом веществе типа мела, и таким образом водородная взрывчатка становится взрывчаткой, которую можно использовать, создавая транспортабельную бомбу, посылать ее ракетами, самолетами и так далее. Проблему разделения изотопов литий-6 решил Кистеховский директор несколько позже, блестящий ученый академик Борис Павлович Константинов. Почему я вообще, посвящая лекцию вот Году Света и прочее, начал говорить об этом? Понимаете, энергия нужна. И вообще говоря, водородная бомба была единственным успешным случаем взрыва и реализации Солнца на Земле. Вот других случаев не было. Вот Солнце на Земле мы реализовали во взрыве водородной бомбы на микросекунды. Да, но это была реализация. Компрессия и имплозия на Солнце решается за счет гравитационных сил, которых здесь нет. Почти сразу же в 51-м году академики Тами Сахаров предложили идею магнитной изоляции плазмы, которая позже привела к такомакам, и что таким образом огромные запасы термояда можно использовать в мирных целях. Игорь Васильевич Курчатов. Человек, я лично считаю, в нашей стране гигантским образом повезло, что во главе атомного проекта стоял такой человек, как Курчатов. Блестящий гениальный ученый, исключительно душевных качеств, огромной порядочности. И Игорь Васильевич загорелся управляемым термоядом, именно он в поездке с Булганином и Крущевым в Англию в 56-м году выступил с инецивой о рассекречивании исследований по термояду. Они были абсолютно засекречены, потому что эта методика такомачная магнитной изоляции плазмы могла использоваться не только для получения энергии, она могла использоваться для получения трития для водородного оружия. И поэтому и наши, и британские, и американские работы были засекречены в этой области. Игорь Васильевич Курчатов выступил с этой инициативой. На удивление всего западного мира, он прочитал подробную лекцию в Харуэле, подружился с Джорджем Кокрофтом и стали проводиться международные конференции на эту тему. В 1958 году на первой международной конференции я люблю это рассказывать студентам, им от этого очень весело. У Кокрофта, руководителя британской программы, спросили, а когда все это дойдет до широкого практического применения? Он сказал, через 20 лет. 7 лет на аналогичной конференции его снова спрашивают о том же. И он говорит, через 20 лет. Говорит, профессор Кокроф, 7 лет тому назад вы отдали нам. Он сказал, ну видите, я же не меняю свою точку зрения. Сегодня этой идеологии 65 лет. Строится огромный реактор во Франции, который возможно войдет, говорят, уже не в 20-м, в 26-м году. Но это не будет решение проблемы. Сегодня специалисты в этой области говорят, ну это вторая половина 20-го века. Я скептически отношусь к этому. Идея магнитной изоляции хорошая, но там и масса неустойчивостей, и нет идеологии имплазии. Есть другая идея в этой области, а энергия нам нужна. Это инерциально управляемый термоядерный синтез. Это когда на маленькие дейтерий-тритиевые бомбочки, будем так говорить, концентрируется мощнейшее лазерное излучение. Идея была предложена Басовым и Крохиным у нас в стране. И успешно Кормер, по-моему, развивал это дело в Лос-Арзамасе. Вот. И были лаборатории Басова и Прохорова. И шли мы вообще, как говорится, очень близко один к другому. Сегодня, я думаю, мы заметно отстали. Сегодня они получили в общем чуть больше энергии при взрыве такой маленькой бомбочки, чем введено от 192 неодимовых лазеров, сконцентрированных на бомбочке размером в 10-15 микрон. То есть то, что затраченная энергия намного порядков больше, но если посчитать, вроде бы чуть больше во взрыве мы имеем, чем там, где мы ввели. Есть много идей, как это дело развивать, каким образом развивать лазерную технологию, наши полупроводниковые лазеры для этого и многое-многое другое. Эта идеология, в отличие от Токамака, не имеет принципиальных ограничений. Она будет реализована, но на это уйдут долгие годы и в общем куча денег и когда это все будет, кто его знает. В 64-м году, между прочим, я, когда говорил про Альберта Эйнштейна, я не сказал еще одной его блестящей работы 16-го года. В 16-м году он опубликовал общую теорию относительности, теорию база Эйнштейна конденсации и идеологии спонтанных и стимулированных переходов. Альберт Эйнштейн в этой работе заложил основы современных лазеров. И они были реализованы вот этими тремя замечательными людьми. Но Таунса тоже нет, он умер в начале этого года, не дожив, мы собирались торжественно отпраздновать его столетие, он много раз бывал у нас, и я встречался с ним много раз. Это великая троица Таунс, Басов и Прохоров, они заложили основу лазерной техники. Вот спустя много лет было реализовано недавно постановление правительства и открыт бюст Александру Михайловичу Прохорову на углу Ленинского проспекта и университетского. Это когда он получил вторую золотую звезду, а мы специально писали, поскольку он росился в Аделаиде в Австралии и по уставу того времени нужно было бюст ставить там, мы написали, что бюст должен быть в Москве, и вот спустя чуть ли не 29 лет, по-моему, его открыли. Хороший очень бюст. Эти замечательные люди вообще говоря, сформулировали принципы создания сначала Мазеров, потом Лазеров, и потом из этого родились полупроводниковые лазеры и светодиоды. Было вот тут перечислено, что было сделано. Межзонная излучательная рекомбинация, а затем американцы. Роберт Холл и Ник Холоньяк на General Electric, на IBM, забыл я, а, Маршал Нейсон на IBM, Редикер и компания в Lincoln Lab, и спустя примерно месяц-полтора Басовская группа Фиане сделали полупроводниковый лазер. Сначала все, как говорится, очень радовались. Замечательно. Появился прибор, даже сравнивали это открытие с открытием транзисторов, который преобразует с высоким КПД электрическую мощность когерентное излучение, но была одна деталь. Для того, чтобы они успешно работали, их нужно было охлаждать или жидким гелием, или жидким азотом. И все преимущества терялись. И размер устройства, и мощности, и все прочее. И тогда практически сразу вот Жарес Алферов и Герберт Крёмер предложили использовать гетероструктуры для этих целей, для лазеров, но потом не только для них. Вот мы получили в 2000 году эту Нобелевскую премию, видите, она как сформулирована за фундаментальные работы по информационным и коммуникационным технологиям. Потому что ежели говорить про материальную базу, элементную базу современной микроэлектроники, электроники в целом, то она основана на кремниевых чипах Джек Килби и на наших гетероструктурах. Гетероструктура практически является основой всей современной СВЧ-техники, в том числе и антенна фазированных решеток для современной авиации, мобильной телефонии и многого-многого другого. Сегодня это все продвигается из гетерцового диапазона дальше в терагерцовый. Тут масса проблем. Ну а без чипов тоже, как говорится, кроме того, лазеры, это и лазерная указка, это и иголочка на компакт-диске, это и волоконно-оптическая связь, это коммуникационные связи в космосе и многое-многое другое. Для того, чтобы это все можно было сделать, и здесь точно так же совершенно определенная, четкая совершенно связь фундаментальных и прикладных исследований. Нужно было рассмотреть, экспериментально показать целый ряд эффектов явлений в гетеропереходах, односторонняя инжекция, еще предложенная в 48-м шокле, суперинжекция, предложенная нами, когда вы можете в гетеропереходе инжектировать неограниченные концентрации электронов, намного превышающие равновесную концентрацию их в широкозонном материале. Они иначе движутся во встроенном квазиэлектрическом поле, это рассматривал Крёмер. Наконец, двойная гетероструктура, она благодаря электронному ограничению и позже предложенную мною и оптическому, потому что узкозонный материал всегда имеет большую оптическую плотность, позволила создать комнатные лазеры, позволила решить, на самом деле, эта двойная гетероструктура стала основой очень многих различных полупроводниковых приборов. Вот я на следующий, последний пункт хотел обратить внимание, в том числе и молодёжи, и в том числе и старшего поколения, сверхрешётки. Более сложная система, когда вы делаете, меняете период, получаете вот такой материал, как-то Лио Исааки сначала про сверхрешётки, а потом в целом про гетероструктуры, сказал замечательные слова, что есть материалы, сделанные богом man-made crystals, есть материалы, сделанные человеком, то есть богом god-made crystals, сделанные человеком man-made crystals. Значит, гетероструктуры, их свойства, таких материалов в природе нет. Мы их придумываем, мы их делаем, и они обладают совершенно другими свойствами. А тут я хотел отметить такую вещь. Лазеры вот выше на двойной гетероструктуре, это ультрафиолет, видимая область, инфракрасная область, а где-то начиная с 5 микрон они уже не работают. Сразу же практически у меня в лаборатории два теоретика предложили так называемые квантово-каскадные лазеры с очень прозрачной идеей, а реализовано это было спустя 23 года спустя. И это я хочу подчеркнуть. Идея была прозрачная. Понятно, что нам в этом диапазоне нужны тоже источники излучения. А сделать нельзя, потому что нет технологии. И только развитие, хотя задатки технологии уже были, развитие технологии молекулярной эпитаксии, начатой Альфредом Чо на Белл, развитой потом у нас лаборатории, сегодня во Франции на фирме Ревер, позволили в 94 году, когда мы научились выращивать эти структуры с точностью до одного атомного слоя, реализовать эту идею. Вот это опять тесная связь физических идей, фундаментальных исследований и технологий. Без настоящей технологии вы это не реализуете, имея настоящую технологию, вы можете выдвигать новые физические идеи. Стало ясно, что гетеропереходы новый класс материалов, о чем я уже сказал, man-made crystals, мы нашли, сначала не было ни одного, потом сделали первый, галли-алюминий и мышьяк. Сегодня существует тысячи идеальных гетероструктур, на которых можно делать очень многое. И вот в 68-м году мы сделали первый комнатный лазер, который успешно работал при комнатной температуре, и это сразу же позволило полупроводниковой лазерной технике выйти на совершенно другой уровень. Затем были сделаны непрерывные лазеры при комнатной температуре, здесь уже было очень мощное соревнование нас с американцами, мы выиграли его. Мы сделали солнечные батареи в 70-м году, они сразу пошли на военные цели, на станции Мир стояло уже 70 квадратных метров. Если вы сегодня посмотрите, то все низкие орбиты это кремний, а все высокие орбиты это гетероструктуры. Мы были в 70-е годы абсолютными лидерами. Американцы писали первые заметки, а наши батареи стояли на наших военных спутниках. А потом начались 90-е годы. Нужно менять технологию, и нам господин Коптев, руководитель глав космоса, не нашел 5 миллионов долларов, чтобы купить две машины. Потом он тратил значительно большие суммы, покупая американские и западные солнечные батареи. А вот теперь я перехожу после лазеров и немножко солнечных батарей к светодиодам. И сразу же было показано, что та же двойная гетероструктура и для светодиодов является наиболее выгодной, решающей и прочее. Я хочу обратить ваше внимание, вот на эту картинку искусственный свет в Великобритании. Вы только посмотрите. Только в середине 20 века электрические лампочки в Великобритании стали основным источником света. До середины 20 века эта передовая технологическая страна питалась керосинами и газовыми лампами. И вот в середине 20 века электричество стало. Сегодня, конечно, светодиоды наиболее эффективны. В них работает та же двойная гетероструктура. В ближайшем появились белые, появилась возможность менять спектральный состав, появилась масса применений, не только для освещения, для хирургии, для многих вещей. Вообще оценки показывают, что где-то в районе 2030 года наверное около половины освещения будет у нас на светодиодах. Это даст, между прочим, примерно у нас, я имею в виду в мире, это даст, между прочим, примерно 10% экономии электричества в целом. Вот в прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена писами Акасаки Хироши Амана и Шуя Накамура за создание синих и после них белых светодиодов. Акасаки решил намного раньше, я тоже хорошо знал, возможность легирования мелкими акцепторами широкозонных полупроводников. Появились белые светодиоды, находятся все более и более широкое применение. А вот каким образом предсказывает какое будет освещение Великобритании в 2035 году. Только светодиоды. И так действительно будет. Ну а теперь я возвращаюсь к преобразованию солнечной энергии. Вообще этим делом волновались всегда. Я просто помню, но уже по рассказам в 1938 году мне было 8 лет и лично я в этом не участвовал. В 1938 году два аспиранта Абрама Федоровича Йоффе Борис Тимофеевич Коломеец и Юрий Петрович Маслаковец сделали из материала, который назывался сернистый талий фотоэлемент с КПД 1%. Абрам Федорович написал большую статью без вести. Предложил покрывать здание сернистым талием и таким образом решать с помощью крыш с фотоэлементами энергетическую проблему Советского Союза. Конечно, 1% не тот КПД. В 1954 году Джеральд Пирсон, тоже мой хороший знакомый, с двумя своими аспирантами на Белл-телефон создал первый кремниевый фотоэлемент с КПД 6%. И вот тут, как говорится, все стало на свои места. И мы и они поняли, что по крайней мере космическая энергетика должна переходить на солнечные батареи. Поняли и сделали. Был у нас, между прочим, в Думе, он участвовал во многих мероприятиях, Николай Степанович Лидаренко, блестящий организатор. У нас было налажено это производство и в 58-м году третий советский спутник был на кремниевых батареях. В это же время американский спутник авангард тоже на них. С тех пор в космосе солнечные батареи, как я уже говорил, низкие орбиты кремний, высокие орбиты гетероструктуры. Впервые мы стали говорить очень серьезно о использовании солнечной энергии в середине 70-х годов, когда разразился очень серьезный кризис энергетический, американцы приняли программу и мы тоже ответили более слабый, но тем не менее, по использованию в наземной энергетике преобразования солнечной энергии с помощью полупроводниковых фотоэлементов. Между прочим, тогда мы предсказывали в то время стоимость одного вата установленной мощности на полупроводниковых кремниевых солнечных батареях была 100 долларов. И мы предсказывали, что скоро будет через 10-15 лет 30-35 центов. Сейчас стоимость одного вата мощности на кремниевых солнечных батареях уже в станциях солнечных составляет один доллар за ватт. Это, между прочим, меньше, чем стоимость установленной мощности на атомных электростанциях. если учесть, какой был доллар в 1974 году и какой он сейчас, то, я думаю, произошло снижение не в 100, а в 1000 раз. И, тем не менее, конечно, эти проблемы стоят. И здесь есть две серьезные проблемы. Конечно, основное развитие идет по линии использования кремния, который наиболее дешевый, наиболее доступный. Но появилась очень простая идея, если мы будем подкладывать на гетероструктурах один фотоэлемент под другим, мы можем преобразовать в энергию значительно больший солнечный спектр. Вот сравнение кремниевых и с тремя ПН-переходами на гетероструктурах. И здесь, в принципе, может быть, и 50%, теоретически лип-предел 7,6%. Это уже делается. Вот просто пример. Это сложные структуры, сложная технология. Мы, к сожалению, мы были примерно до середины 80-х годов абсолютные лидеры в этой области. Сегодня мы отстаем. В том числе и в космической, в том числе и в домашних этих. Сегодня получено уже 46%. У нас в лаборатории Славы Андреевы в эстехе 35. вот как предсказывает, как будут меняться фотовольтаические технологии. Кремний долго будет оставаться основным, но где-то потом и будет все время нарастать концентраторные фотоэлементы на многослойных гетероструктурах. Они сегодня несколько дороже, но они дают возможность работать при более высоких температурах, значительно более эффективно использовать солнечный свет. они дороже по пиковому вату, но они уже не уступают по стоимости ватт-часа или киловатт-часа. Вместе с тем появились и новые варианты. Вот вместе со мной получили Нобелевскую премию в 2000 году замечательный троица. Алан Хигер у нас почетный доктор у нас в университете. Часто приезжает, и мы с ним многие проблемы обсуждаем. Они получили Нобелевскую премию по химии, он вообще-то физик, за открытие и развитие проводящих полимеров. В своей Нобелевской лекции Алан Хигер сказал, что наиболее важным, наверное, является, что в проводящих полимерах мы можем достигнуть свойства, которые показывают полупроводники, а при этом их механические свойства остаются теми же самыми, и здесь фотоэлементы можно печатать как газеты. Сегодня достигнуто 13% КПД солнечных батарей, это единичный рекорд, тут масса проблем, но это та ниша, которая что-то возьмет на себя. Безусловно, сегодня лидером в производстве солнечных батарей является Китай. Китайцы производят примерно половину кремниевых солнечных батарей, производимых в мире. Они планируют между прочим у себя поднять примерно до 20% ту часть возобновляемых источников энергии, которая должна работать в энергетике. Есть определенные идеи, как развивать это дело, если нам удастся поженить, скрестить гетероструктуры с кремнием, то мы можем поднять КПД кремния и можем сохраняя экономические показатели и прочие кремниевые технологии выйти на совершенно другой уровень по КПД. Вы посмотрите, вот это годовые мощности установленных в мире солнечных батарей. Вы посмотрите, 10 лет назад это было вообще, я не знаю, что там, 1 гигаватт, наверное, на весь мир, а в прошлом году 47 гигаватт. Между прочим, самая большая фотоэлектрическая солнечная станция в России находится в Крыму. если вы подлетаете к Симферополю, то вы можете из окна самолета увидеть, я сначала решил, новые озера появились, а потом я вижу, это солнечные батареи, ее мощность полгигаватта, Николай Янович Азаров, с которыми я очень много коммутировал и агитировал его на это дело, он подвигнул какого-то там олигарха, Клюева, по-моему, его фамилия, купили эту станцию и сегодня она работает, она работает и дает электричество для Крыма, и это можно и должно развивать дальше. Если вы посмотрите на суммарные мощности установленных в мире солнечных батарей, то в 2014 году они достигли 180 гигаватт. Это вообще, говоря, примерно та же мощность, которую Россия имеет от всех электростанций. Солнечная энергетика неистащима, неистекаема. Ее запасы для жителей нашей планеты на тысячелетия она вообще, говоря, ну вот термоядерный реактор Солнца, а мы делаем преобразователь здесь. И, безусловно, основным методом был, есть и будет фотовольтаика. Фотовольтаическое преобразование солнечной энергии. Оно самое эффективное. Там могут быть другие варианты, которые решают совсем другие цели, но основные энергетические это фотовольтаика. Нужно вообще уметь их делать, нужно их развивать, нужно их развивать у нас в стране тоже. Здесь я хотел бы вот уже близко к финишу моей лекции, я хотел бы сказать такие слова. Вот когда мы обсуждали год света в Париже, мой старый приятель тоже, замечательный физик американский Стивен Чу, Нобелевский лауреат, он был вообще пять лет у Обамы министром энергетики. Потом он ушел с этой должности, поскольку не нравилось ему то, что делается. Мы с ним обсуждали, что сегодня к величайшему сожалению, к величайшему, при этом вообще говоря, развитие в том числе информационных технологий, созданных и нами, внесло соответствующий вклад в это дело. Самым выгодным продуктом для продаж и спекуляций являются деньги. Современные информационные технологии позволяют устраивать финансовые экономические кризисы тем, кто имеет возможность для этого. Ну, из Штатов в Южной Азии, так было сделано в 97-м году в Южной Корее. Развитие человечества всегда было основано на науке и рождаемых наукой новых технологий. Очень жаль, что произошли такие изменения в мире. Поэтому, я говорю, мы всегда были заинтересованы в успешном соревновании с США. Поэтому у нас во времена холодной войны и всяких сложных отношений. Отношения между советскими и американскими физиками были прекрасны. Между прочим, моя первая международная награда вообще, это золотая медаль Франклиновского института, присужденная мне американцами в 71-м году. Они выдвигали кого-то из своих, а потом поняли, что нам все сделано раньше. Это есть движитель прогресса. Стивен Чу вот на нашем парижской встрече процитировал министра энергетики Саудовской Аравии, который сказал такие слова «Каменный век кончился не потому, что был дефицит камня и нефтяной век кончится не потому, что наступит дефицит нефти». Это нужно понимать. Смена мировых цивилизаций во всей мировой истории происходила благодаря развитию науки и создаваемых наукой новых технологий. Между прочим, сегодня ну, где-то что-то пишется, может быть, с основанием, там, неважно, но одна из задач современных средств массовой информации и многих там деятелей, это непрерывно поносить советскую власть и советский период нашей истории. Иногда на это поддаются и очень серьезные люди. Так вот, между прочим, как известно, основной, так сказать, философией научной у нас был марксизм-линизм. И, между прочим, у Маркса сформулировано, что наука есть производительная сила общества. Это сформулировано Карлом Марксом. И, между прочим, это была формула, официальная формула советской власти нашего правительства и ЦК КПСС. И это действительно так. И когда, скажем, я сегодня смотрю например, на такую вещь, что мне говорят, я читаю об этом, что какой-то футболист за две недели, играя в среднем клубе у нас, зарабатывает больше, чем Нобелевский лауреат и вообще больше, чем Нобелевскую премию, когда, вообще говоря, непрорывно по телевидению, вот все эти телесериалы, которые идут, их можно назвать, это просто один телесериал. Все, что нам показывают по телевидению, это просто один телесериал, когда нас в общем непрорывно обманывают, потому что безумно боятся. Да, были свои проблемы, были свои недостатки. Я думаю, что Владимир Ильич Ленин, когда предлагал НЭП, прекрасно понимал, что движителем является соревнование. И соревнование именно при этом нужно понимать. Да. и коллективизацию сделали с перегибами, и индустриализацию проводили, может быть, не так. Но без коллективизации, без индустриализации не было бы страны. Это все равно и сельское хозяйство, и промышленность. Нужно четко отдавать себе отчет очень простой. Сталин понял значение атомной бомбы довольно поздно. Во время войны, ну там, урановый проект, Абрам Федорович был первым руководителем, по-настоящему он взволновался после Хиросимы. Кстати, между прочим, сегодня, когда столько говорят о терроризме, очень забывают сказать, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки были государственным терроризмом Соединенных Штатов Америки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь. Здесь мы должны понимать, что без развития науки у страны нет по-настоящему будущего. Поэтому меня вообще безумно огорчило, когда, в общем, неверное совершенно решение о реформе Академии наук не вызвало на самом деле реакции широкой в обществе. Да, Академия наук изменилась за эти 20 с лишним лет, и деградация, и многое делается не так, но нужно использовать, нужно думать, как менять, нужно всё время задавать себе вопрос, какие проблемы и задачи нужно решать. Вот то, что я вам рассказал, год света, простите, да, это световая технология, обязательно станет основной. Обязательно. Наверное, где-то в середине столетия, не раньше. Но мы должны быть готовы к этому. Я могу сказать, что имеется целый ряд проблем и задач, в том числе имеющих отношение, скажем, и к террористическим вещам. Ну, например, сегодня можно обнаруживать взрывчатку, просвечивая на терагерцовых частотах излучения. Для этого нужно иметь такие источники и приёмники, этим нужно заниматься. Когда-то фундаментальные исследования были сделаны раньше у нас, потом мы не занимались. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что это вообще говоря, поэтому чрезвычайно важно, это уже моё обращение к молодёжи, чрезвычайно важно хорошо учиться. Я понимаю, я был студентом, и многое чего же там. Но! Другого периода в жизни не будет, когда можно очень много узнавать нового. То, что вы узнаёте, когда вам 20, остаётся с вами на всю жизнь. А то, что вы узнаёте, когда вам 70 или 80, вы помните в это время, а потом можете быстро потерять. Вторая вещь. И мы в этом отношении тоже были лидерами. Нужно вовремя создавать нового типа образовательные учреждения. Абрам Фёдорович это понял, создав в 19-м году, во время Гражданской войны, физико-механический факультет Политехнического института. Не было ни Калтека, ни МАЙТИ, но появился первый инженерно-физический факультет в мире. Московский физтех был развитием этого дела. Кафедру опыта электроники в Ленинграде в начале 70-х я создавал на этих принципах. Тот университет, с фотографией которого была начата лекция, он именно эти идеи пытается реализовать, при этом чрезвычайно важно, может интуитивно, тем не менее понять, на каких конкретных направлениях нужно сконцентрироваться. Учиться вообще должно быть тяжело. и занятия должны быть нелёгкие. Но нужно понимать, да, найдётся время и для отдыха, но пропустите эти годы, пропустите очень многое. Дай Бог, чтобы у нас в стране это поняли и занимались развитием науки, технологий, образования. Спасибо за внимание. Жорес Иванович, спасибо большое за лекцию, было чрезвычайно интересно. У меня вопрос такой, вот вы говорили много про солнечную энергетику, уже понятно, да, что она будет развиваться, и соответственно, как другие страны уже перешли на эту энергию, так и Россия, соответственно, будет постепенно переходить. Я, например, слышал, что в Германии, в Швеции, в других европейских странах они помогают развивать такое направление, покупая, допустим, энергию у частных даже граждан. То есть у них есть тариф, за который они приобретают эту энергию, допустим, для частников. Вы купили, поставили на доме солнечную батарею, она идёт в сеть, а вам государство платит. Да, вот именно, тем более у нас такая страна большая, да, и много разрозненных хозяйств, так можно деревню отдалённую, да, развивать, подключать без электричества, без газа. Вот, соответственно, вот вы вот работаете в Госдуме, я так понял, да, какие у нас планы вот в стране по развитию данного направления, то есть, ну вот, судя по тому, что сейчас происходит, да, например, вот то, что там, есть только одна солнечная электростанция, крупная в России, и одна компания, единственная, которая производит солнечные батареи, это Хевл, да, они построили, они только делают солнечные батареи, и то по старой технологии. Вот, то есть, как-то, ну, понимают там, что ли, необходимость, да, скорейшего развития, и что нужно, чтобы это направление ускорилось, то есть, волевое решение там, министра энергетики. Спасибо, вообще понятен вопрос. Спасибо. Пожалуйста, Иван Иванович. Я обсуждал это с министром энергетики, Новаком. Вот, послезавтра будет панельная дискуссия в рамках форума, где мы будем обсуждать, приезжает президент Международной Федерации, Ирэна. Здесь, значит, ну, я думаю, что чуть-чуть лед трогается. Чуть-чуть. На самом деле, на самом деле, понимаете или нет, солнечная энергетика очень важный раздел, и, конечно, он придет на смену, но не сегодня. Обязательно его нужно развивать, чтобы мы были на уровне. Обязательно нужно делать то, о чем вы говорите. Но я хочу подчеркнуть еще и другое, что вообще развитие экономики должно строиться на возрождении высоких технологий. При этом очень важно угадать, понять, какие именно технологии в первую очередь развивать, для того, чтобы... Потому что сегодня и на внутреннем рынке почти все принадлежит иностранным компаниям. Для того, чтобы выходить снова, мы должны сделать лучше. Это непростая вещь. Это должна делать Государственная Дума. Да, я за много лет работы в Госдуме никогда не встречал какого-либо противодействия, только помощь во фракции КПРФ, в которой я состою. Но решается другим способом. Это, вообще говоря, с моей точки зрения, очень важно, чтобы и молодежь, и население страны понимало. Наше будущее высокие технологии и развитие науки. В том числе и солнечной энергетики, и светодиодов. А тогда, когда скажут, то, что вы говорите, Хевелл, Хевелл не тот завод купили. Сейчас там профессор Терруков из нашего института внес предложение, как это дело нужно улучшить. Все это непростые вещи. И нужно, конечно, чтобы решения принимались с квалифицированными людьми. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Жарис Иванович, Московская правда. Но выше вас и честнее авторитета нет. Я здесь вот, слева от вас. Скажите, пожалуйста, приоткройте завесу тайны, что такое пучковое оружие, которого так боялась Тетчер, что у нас там осталось в Казахстане, в Сары-Шаган, и еще очень важный вопрос. Я не знаю. Хорошо. Второй вопрос. Боитесь, понятно. При всей поддержке фракции КПРФ. Скажите, пожалуйста, БАТ, Большой Адронный Коллайдер в плане познания, насколько он эффективен, или это пустышка, или более интересны линейные ускорители, в частности, то, что строится сейчас реакторный. Сейчас отвечу. К сожалению. Мне присылают несветное количество писем, и часто приходят тратить заметное количество материалов, потому что люди почему-то думают, что если он Нобелевский лауиат, то он знает все. Коллайдером я не занимался. Пишите Карло Рубио, например. Пишите Саше Скринскому. Обращаться нужно к специалистам. Мне вообще полупроводники и микроэлектроники, физика твердого тела, солнечная энергетика, простите. На все вопросы должны отвечать профессионалы. Жорес Иванович, правильно, абсолютно. Спасибо. Спасибо. Давайте. Еще один вопрос, Жорес Иванович. Я уже к вам подходил. Еще один такой вопросик. Вы мне скажите, пожалуйста, вы да привозили в 90-е годы, привозили материалы из Германии, вы ездили в Германию, когда там был проект, государственный проект в Германии, миллион крыш, вот эти кремниевые крыши, вы привозили, говорили, как перспективные. В Германии был проект 100 тысяч крыш. Ну, 100 тысяч. И вы тогда сказали, сказали тогда, что в принципе, что Германия вроде бы предлагала достаточно большие нам суммы, именно только на ваше имя, для того, чтобы запустить на территории России в 90-е годы большое количество заводов по производству солнечных батарей на кремниевой основе. Нет. Это у вас ошибочное впечатление. Спасибо. Пожалуйста. Нет. Нет, нет. Там был проект, мы, в целом, я должен сказать, просто так, чтобы было понятно, когда в 92-м году произошло то, что произошло, я в это время был директором крупнейшего нашего физического института, основанного Абрамом Федоровичем Йоффе, физико-технического института имени Йоффе. Бюджет в 91-м году, в долларах того времени института, был 80 миллионов долларов. В 92-м году он стал 4 миллиона долларов. Он упал в 20 раз. Больше, чем наше правительство, нам помогли международные научные организации, международные научные проекты, в том числе и с Германией. Германия сегодня один из лидеров в области солнечной энергетики, и ее ввод мощностей в этом году, если мне не изменяет память, где-то в районе 2-х гигаватт. Дальше, если говорить о Германии, действительно было мне предложение в начале 2000-х годов о строительстве у нас ультрасовременного завода микроэлектроники. К сожалению, она не была принята. Спасибо. Последний вопрос, коротко, пожалуйста. Добрый день. У меня не вопрос, у меня восхищение. Жарис Иванович, огромное спасибо за то, что вы такую непростую тему рассказали так, что даже понятно простому человеку. И второе, вы посмотрите в зале, более 95% молодежи. Это внушает такой оптимизм, что у нас не все потеряно. Спасибо вам огромное. У нас есть все основания поблагодарить Жарис Ивановича. Хочу единственное обратить нашей молодежи на следующее обстоятельство. Жарис Иванович, на минуточку приходите, присядьте. В мире около 200 стран. Недавно состоялась юбилейная сессия ООН, в которой участвовало 193 страны мира. Но в чего около десятка стран в мире, которые имеют тысячелетнюю историю. И на пальцах одной руки можно пересчитать страны, которые освоили все виды научной деятельности и все виды искусств. И лишь две страны в мире, которые за последние 500 лет не теряли своего суверенитета. Это наша с вами любимая Россия и Англия. Вот у нас советская наука в свое время давала каждое третье изобретение на планете. И в эту науку Жарис Иванович внес свой неоспоримый выдающийся вклад. Но когда он говорил об оплате, когда в свое время проводилась индустриализация, Сталин затребовал, какие льготы имел профессор в царском вузе. Их было около 10. В стране нужны были талантливые инженеры, ученые и специалисты. Сталин вычеркнул одну льготу. Профессор имел право в выходной день заказать тройку с кучером, и за это ему оплачивала государство. Сказал, мы произведем немало машин, и в первую очередь продадим это самым талантливым людям. Зарплата депутата Верховного Совета СССР была приравнена к зарплате вузовского профессора. Они получали примерно одинакую зарплату. Вузовский профессор получал больше. Даже вузовский. Ну, такие, как вы, видимо, больше, да. Я тоже преподавал высшую математику и философию в университете. Но, должен сказать, сегодня иногда вузовский профессор получает в 10 раз меньше, что совершенно неверно и недостойно. Еще раз давайте Жирос Иванович поблагодарим. Пожелаем ему успехов и здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.